Виталий Виталий, когда ты приехал, когда ты пошли мобилизоваться и как ты мобилизовался? Я с 1 числа этого месяца, прошлого месяца, но это было в части пятки. И сразу же с поста развил до методировки Запорожья, это допущение, у меня последние 6 человек, провожали, в автобусе. А в какой-то батальон? Я волонтер. Я ехал как волонтер. Как добровольцы? Волонтер. А в смысле, придется, ты как волонтер? Да. И там и остался. Примеры там. А как это юридический отпор? Ну, как паспорт или... Вы меня приняли сюда? Ну, там ДНР приняло... Конечно. В смысле, ДНР приняли? Нет. Приняли как? По-другому приняли. Избили меня и всего остального. Знакомься. Ты не военный получил. Ну, я ехал как не военный. Как не военный? Да. Да. Там выдали наши войска вооружение, да? Нет. У меня не было ничего. Не оружие, ничего? Ничего. Я ехал друг в Монюнерка. У меня умилитарная помощь. А что было в Монюнерке? Да. Медикаменты? Да. После поехал, конечно, передать нашим бойцам какую бригаду? Ну, конкретно бригады нет, но... Вы в составе ехали? Ну, я думаю. Один медик. Сам по себе. Да. Ну, что? На автобусе. На автобусе. На автобусе. На автобусе. На автобусе. На автобусе. Было 5 ящиков загрузки. Плюс продукты. Подожди, он еще не заварился. Неченько. Мы еще попросим. Вы едете и подкакать чуть-чуть. Я ехал. Это самое вообще дебать. По звонку. У нас двухсторонняя связь. Вот. Я должен был... Я когда выехал здесь в больницу, я там перезвонил... Ну, человек в общем. Чего я ехал? Он мне сказал, туда не ехал. Я бы... Ехать должен был купаться. Потом у меня и... Динар-то я хранил. На год пошел. Динар-то. Ну, как. Ну, как. Ну, лепаться, пулили с автобуса. И все старинное. Ну, это с помощью родителей. Водитель, давай скажи. Да. Водитель... Как ты сам? Это такой автобус. Он добросовестный везде. Каждый день ездил. Эффективный день. Какие мерки разжились. Заложились. Дальше. Как это... Как вообще ощущения было? Мне очень приятно. Сапоги. И клады. Как ты думаешь? Ощущение хорошее будет приведено. Бывало, да? Конечно. Я что? Ну, то, что я волонтер. Медикаменты ездил. Да. 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 Привезали меня в сутки. Почти не сутки. Я... Это... Ну... Привезли они меня вечером уже. На какую-то базу. Они тогда... На весельничок. Завязали. Привезли багажники. Привезли на какие-то базы. Да. Ну, где-то... Ну, где-то... Рядышко. Недалеко. Ну, и через час каждый... Привезли. В холодильнюю кинут. Достают. Привезли. Обычный холодильник. Ну, трейлер. Который с людьми убирают. Привезли. А что они хотели? Вы знали? Что? Корректировщики. Вообще, мне там и корректировщик там, и добри. И... Никто только не отзывали. ДТР, короче. Через каждый час пойдут. Пахнут вперед. Занимающие. Ну, тут в базе там Чеченки есть. Немного, что я видел. Примерно, где-то, можно... В детстве. Да. И там, наверное, был постой. Думаю, ростой. Какая возрастная категория избивалась? Ну, в основном... Постарше. Там где-то... Дорог. 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 Примерно. Тебе сколько лет? За четыре. За четыре. Это не останавливало? Нет, конечно. Нет. Нет. Это не останавливало никогда. Только мои. Они очень устроенные. Они, наверное, наши. Не. Ну, ты волонтер, я насколько понял. Ты берешь медикаменты. Какие могут быть претензии? В принципе, забрали медикаменты, отдали, вылезли на обратную дорогу. И остались там. Например, ларинцы. Потом утром вывели, я сходил в туалет. Вот. И вместе с ними я сходил в туалет. И опять в багажнике. Ну, что все мы это надели. И вот это. Машина в багажнике. И в Донецке. На базу. А в Донецке мы посадили в подвал сначала. Я сидела. Потом разрезали руки. Мишок не разрешал их. Ну, стяжками. Не наручники. Стяжками. И вот. Так-так-так. Пытались. Опять поднимали на... С подвала. И там на первом этаже. Я не знаю, как это там проходить. Где шла. А вот я проходил. Там где-то с лестницы. На лестнице. Не знаю. Заходить. Заводили в комнату. И остальное там. И продолжение следовало. Так-так. Интересная штука. Там из одного. Резиновая пизня. Вот эта еще плитка уладает. И он тренируется по суставам. И уписывался и указал. Ну, как это все продолжалось где-то дня пять вот это все. Ну, когда уже по стране. Так-то уже. Уже. Практически. И так вот. Вот так. Вали, старали. Стреляли. Вот там. Ну, я вообще. На эту сторону вообще плохо слышу. На эту сторону более-менее. На эту вообще. Ну, если в очередь автомат. Откуда я слышу. Знаешь. Он не только что. Перевернул затворно. Ну, думаешь. Уже все. Зеленкой помазали. А он, блин, поднимка. На слух давился. Потом уже. Это самое. Им надоело. Или что? Они не трогали. Они занимались совсем другими людьми. Много было еще другими? Да. Поначалу было. Сидели в подвале. В данный момент. Тогда в тот момент. Было 13 человек. И женщины. То есть, мать с ребенком. Ну, девочка. Девочка. 15 лет. А остальные мужики. Со мной. Ну, в количестве 30 человек. А куда они? Эти донецкие были. Там большинство и донецкие. Они то же самое наказывают, как и нас. Тоже издевали. То же самое. За что их? Ну, кто за что. У кого. Муж. Вот. Женщина. И с ребенком. Местная медальность. Местная медальность. Местная медальность. Ее муж. Занимается. Слизная медальность. Не сдавался. В эти подробности. Но. Что-то так. По ушному. Выше. Вот. Его. Хотели зацепить. Но. Он что-то сбежал. И. И. Сразу. Прихватом. Дома. Взяли. И. В подвал. Добрали. Все. И. Все. И. Взяли. А. Подвалы. Какого это здания? Ну. Досколько этаж или подвалы. Подвалы. Самый. Афинальный подвал. Бомбовдежечка. И. Это территория. Заводская территория. И. Там. Бомбовдежечка полная. И. Там. Баще во всех. А во всех. И солдаты, не солдаты, а если стрелят, то держат отдельно. А мы вот ищем. Прошло время, мужики там просились работать. Ну, что сидеть в камере, вытираем. А что делать? Ну, я уже ходил на работу. Где-то я дня 4 работал. Ходил, бучки собирал. Мне говорят, вот дед, я самый старший среди министер. Вот где-то там убираю. Вот там подбитил АТОМ, а эту там АТОПУ убираю. Вот листового его слился. Листовки, 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 запоминали. А больше, ну как, другим работам не привлекали? И больше не избивали, когда уже убили? Уже все, тогда это не трогали. Ну, в группе говорили, этот самый, выносили с помещений. Некоторых людей. В смысле? Убиенных. Еще раз? Убиенных людей выносили. А, убитых тоже? Ну да, в эту машину грузили. Ну, я старался это видеть, видел, но старался это сделать. Ну, мне что еще помогло, хоть, может, так и дерзко сказано, но помогло мне еще судимым. Если бы не судимым, то навряд ли я сюда вышел. В смысле, они более склонно начали относиться? Да, относились. Они узнали, где сидел дальше. Все узнали. Даже где я находился, на Урале, однако все узнали. Все. Знаешь. Все. Все знают. Это не у нас. Там все не знают. Да, я тебе клянусь, все знают. Сказали, где ты даже сидел, где никто у тебя был, начальный парень. И после этого уже более-менее свой немножко стал. Нет, я своим никак не мог быть. Нет, я имею ввиду для них, их понимание. Ну да, что это зэк, алкашная, нахерня, нам не принесет жила никакого. А я и мы, они же проверяли руки, проверяли все, нет внешней и это, раздевали там, просморивали все на теле. Я ни доступа к оружию вообще не имел, не имел, не хочу иметь. Ну и так я, честно говоря, пропислял. Ну и плюс немножко с желудком у меня проблемы. Ну и так. Понимаешь, что после этих всех попоял, хорошего нечего нечего. Ну, заживу, как на собаках. Вот это электричество продавлено. Заживало нормально. Это электричество, да, два электрода, наверное. И пися, еще катят штаны сразу. А что они хотели? Ну вот пытали. Дознание. Они во всех пытают дознание. Все. В смысле, дознание. Чего дознание? Кто ты такой, от чего, где, чем дышишь, наверное. А при таком раскладе можно рассказать, что угодно. И что ты пришел вот назад. Да? А я ничего не знаю. Вот там у тебя тут так было бесполезно. Ну, телефон там взяли. Ну, что они поклацали? Куда ты вез? Я говорю, того, куда я человеку должен позвонить и отдать. Мне брехать нечего, потому что там телефон скрыл, все. Все. Ты звонил. Все. Я сказал, как шо. Все. Что надо, двухсторонний этот самый, я должен приехать, отдать приказу. Все. Позвонить и отдать приказу. Все остальное. А вот этот автобус водитель, это какой маршрут автобуса был вообще? Я говорю. Я говорю. Я говорю. Для чего за каких-то людей отблагодарить? Дело в том, что его и так уже отблагодарят. По-моему. Ну, как ты думаешь, если этот человек, этот ДНР, если ему дал деньги на это, как ты думаешь, это хороший человек или нет? Я лично, я видел своими глазами, такого не могу не давать. Я лично свидетель живой, вот сейчас сижу, живой свидетель. Хотя меня в СБУ там начали спрашивать. Тут или там? Тут уже. Дорогой. У меня шестеро было. Шестеро. Как я буду, ну как я могу продать своих внуков на это дерьмо, вот этот ДНР, как грех. Знаете? Их рвать будут дать. По-любому рвать. Они будут рвать. Ну вообще, вот смотри, у них как бы вроде своя идеология. Может быть в этой идеологии что-то есть. А что там? Старались, ну вот я как журналист, да стараюсь просто, пойми меня правильно, я стараюсь понять две стороны всегда. Я вот стараюсь, стараюсь. Я очень хотел бы понять две стороны до проводопленных по Донецку. Знаешь, после этого я уже понял, что я их понять не смогу. Но ты был ближе к ним, и может быть у них какая-то правда есть. Или как? Да нет, они в них такой правды. Они хотят, я не знаю, что они вообще хотят, но они хотят, чтобы в России слиять. Лечь под Россией. Чтобы было вот так. И они все делают для того, чтобы все процветало, как Российская территория. Все делают. И большинство жителей Донецка и областей, они все проданы. Тех, кто там остался, это все проданцы. Проданцы все. Они где-то полбублика дали. Там единицы, которых есть, и людей я встречал, чтобы я подарил какие-то два дня. Шелкался в нижние документы, ничего. Меня выкинули просто оттуда и все. Потому что шмотки там что-то выкинули, но я переодел, то есть умылся, там прям пришел, умылся и все. А именно документы я пошел здесь делать. Я наглую пришел в ментовку в Донецкой областной обилиции. Говорю, мне некуда, я потерял документы. Я на документы выехать отсюда. Ты знал, что тут война? Я говорю, откуда? Я знал, что тут такое. Они не знают эту связь, что у меня была тогда. Они не знали. Если бы они знали, они бы мне тоже не знали. Ну, ой, или сразу. Мне пришлось это обманывать. Из обмана никак не получилось. Люди хотели туда. В смысле? Если бы милицию не знали, что ты был в Клину. Да. И что? Они еще бы проявляли это? Это совсем другое. Ну и это, где я туда попал в эту структуру, где я сидел в подвале. Там, где ребята сидят. Наши. Военно-клемные. Эта структура к ментам не имеет отношения. И я напрямую пришел, они меня проверяли в себе с Акционально никаких за мной нету вещей. Понимаешь? Они даже по области пилили. Они даже и в Луганске захватили. У них все есть. У них все, блин, аппаратура работает совсем. Часики. А в нас не фига. Там самолет взлетает, они уже знают в машинах, они уже знают, где, куда он летит. Понял? Да? Да. Это не наша армия. Как ты считаешь, чем это вот может закончиться вообще этой кухней? Или как бы, как, ну вот есть мнение такое, что обнести их забором, и пускай они отделяются на здоровье себе. Нашему руководству нужно все это пересматривать. Нашему руководству. То есть крайне стоимость руководства, вышестоящих, надо пересматривать где-то все. Там можно это все сделать. Буквально. Как Курчина сказал. То есть, не, наш президент сказал. В течении недели мы надо было почистить все. Но. Структуры плохо у нас работают. Но они хотят, чтобы это была российская федерация. И дальше будут перейти. Если их не остановим, они дальше будут. И дальше будут. И дальше будут. И дальше будут. И Депропетровская, и Запорожская область. Они говорили. Да. И мой довод, и их разговоры не слышал. Керсонин им тоже нравится. И Депропетровская область тоже нравится. Так что, по-любому, если мы не остановим, то они будут все снизить сюда. По-любому. Ты знаешь, что сейчас, в принципе, во всем фронтам наша армия отступает. После гуманитарного конвоя. Вот Кош. Пропустили. Глент. Надо было его разгибать, без всяких проблем. А сейчас они болгуют, потому что у них жратва. Буханка хлеба, Глент, чуть не 10 гривен стоила. А они сейчас и жрать не пришло. Они на попе были. А сейчас пришла гуманитарка, пожалуйста. Нам поговаривают, что вместе с гуманитаркой зашли и деньги. Особенно Крымские. Глент. Они уже там не ходят. Это и есть правда. Там бабло зашло и хорошее. А кто это будет расхвачивать? Кроме этого, я тебе скажу. Там находятся. Вот что мне интересно, что ни одного поляка не встречал. Чехи, пожалуйста. Смысл? Конечно. Конечно. Русские, пожалуйста, ходят свободно в своих этих самых офицерьё. В основном офицерьё солдат я им не встречал. По Донецку, да? Да. Свободно ходят. Чеченцев. А чеченцы отбитые или нормально? В смысле отбитые? Конечно, отбитые. Конкретно отбитые. Там только сразу. Там разговаривали. Они, вот, не замечал, к примеру, чем-то накуренные, наколотые. Я просто видел, увидел. Я замечал и делал то, что не раз слышал. Таблетки. Ты взял таблетки, когда они на дело едут. Ты взял таблетки, ты не раз такое слышал. Что за колёса, я не знаю. Когда они друг другу. Да. Ну, может просто, что они куда-то едут. У них, в основном, легковые машины и все бронированные. То есть, эти бывшие наши машины броневики, которые перевозили деньги, они их конфисковывали деньги, естественно. Вот они на машине, на таких машинах мотаются по всему голову. Они перекрашивают в зелёный цвет. Ну, даются по всему городу. Вылавливают. Подобрить. Вообще опасно ехать через территорию, если есть медикаменты. Это, дай бог, кто закапнет. Закапнет по любому входу. Те, даже, что будут ехать с тобой. Если ты, например, как я в автобусе едешь. Все равно можешь туда капнуть. Потому что там нехорошая. Они туда едут. В глаза. В моих глазах. На посту. Не буду говорить, где это. Стоят люди. Наши называтели. Останавливается автобус. И один человек офицер просит у водителя взять меня. Да, я доехал. А, я доехал. А, я доехал. Да, когда назад. Туда, когда я оттуда уже это сам. Я был уже дома. Так что надо доехать. Не денег ничего. Но это я в момент, когда рассказываю. Вот. Видит автобус. Точнее, подъезжает автобус. С Крыма. Спасибо. Заводчане едут отдыхать в Ялте. Ну, а офицер наш попросил у меня дядя быть. На своем блоге кошки. Да. Попросил дядя. Это человек говорит. Это мимашрутное такси. И там кое-что еще забавил. Ну, у этого офицера планка какой-то смык. Гондон вперед в поле. Ствол передернул. Вперед, сука, лежать. Немножко повоски-то. Не, нормальные люди. Нет, чтобы за Украину, блядь, свои едят. А не отдыхать в Ялте едут. Дворье, блядь. Дворье, которое было заметно. ДДР. ДДР это. А? Еще и проезжают на нашу территорию. Они едут в Ял. Отдыхать. Ну, чуть-чуть есть. Старший возраст. Такие, как мы. В возрасте. Даже меньше были. Женщины были меньше, чем в возрасте. Нормально это? А что, в них там делать нечего? Отдыхать надо? Мы должны пахать на них, а не отдыхать. Я тоже хочу в Ялту отдохнуть. Здоровье поправить. Извини. Ну, конечно, не пристрелил. Но... Могут пристрелить. Но в зале туда, да? А? В заливов? Нет. Ну, после этого уже ехать с ними даже не захотелось. Нет. Такими я бы не еду. Я бы там, по дороге, я бы что-то не делал. В Чернику. Смотри. Смотри. Вполне возможно, что нас будут смотреть твои бывшие, те, кто пытали тебя. Ой, блин. Может, пока не надо ничего показывать, да? Ну, я же опять возвращаю. Я же не поменяю все по-любому. Я думаю, может, ты им что-то передать хочешь? В смысле? Денеровка? Да нет. Я ж там хочу зайтишь еще. Я ж так просто таких наставлю. Ты меня понял? Ну, как ты думаешь, иди на мои глаза пацанов. Я их, правда, лица не видел. Завтра они не местные ребята. Я их не видел. Ну, при мне десять человек сразу расстреляли. Сидит мальчик. Нормально? Как я буду на это смотреть? Из-за себя я должен постоять. Из-за своих, что они прут сюда. Те, как я, должны подниматься. Делать им пидором гулять. Увалом. Ну, вырежешь, что-то не так. Ну, вырежешь, что-то не так. Ну, вырежешь. Ну, вырежешь. Ну, вырежешь. Я не могу такое оставить. Виньи я не могу. Я, тем более, партийный человек. Я не могу. В партии я не зря вступал. Я не зря вступал. Я не могу отступить. Ну, вырежете меня? Убей сразу, наверное. Но я не вступил. Пока я этих людей, хотя бы одного, эту сволочь, не кончу, Я не могу отступить. Там есть, я знаю, где его кончат. Я уже проследую, где он даже живет. Понял? И это странная тварь, блядь. Как мне тебя держать там? Нет, ты меня не удержишь. Давай. Он нам сюда ездил поближе, где наши посты начинаются. Они им я отдавал, и они конкретно бригады, которые проводишь туда. Ну, доброты, я тебе сказал, что... Ну, не все ж там подонки отбитые. В основном все. Не, ну там вот это был водитель. Ну, в принципе, так, он перешел на их сторону. Неделю, ну, как бы он, отирался. Ему даже оружие еще не давали. Ну, он к нам был не с мужиками, те, что работали. Они там у него гаражи работали. Ну, машины бравили, вот эти банки. А сколько в общем ты был там примерно? Седьмого числа по двадцать шестой числе. Пятнадцать дней. Пятнадцать дней. Пятнадцать дней. Пятнадцать дней. А это у них какой-то график или что они тебя выпустят? Ну, у них срок какой-то определился тебе? Нет. Это то, что они побояли, что я сдохну на это. Они меня выкинули. Бо мне тогда преснику были со мной. Желудком? Да. И они видели, что мне керово. Я просто хочу, блядь, этот самый. Они мне керово. Кормить мне совершенно практически не кормили. Хлеба, блядь, какой-то супчик дадут, блядь. Раз в сутки. А то могут... Нет. Те, что работали, раз в сутки дают. А те, что сидят, они ничего не дают. Ты посадишь там, писаешь там. Можешь четыре дня не доносить от тебя. Что приходится от нас? Да. И женщины так же сам. Мы-то... Вот он в ходу успел. Те, что работают, мы принесли к Богу. А те, что сидят, они шли. Они ни к чему. Конечно. Ну, у меня и было бы... Что, я вот заросший, блядь. Я побрился. Там у меня бабушка одна, которая этот самый... Ну, ценю пошутер. Как же этот сам. Ну, что ты там живешь? И еще он по-русски. А я же по-русски разорвала. Я старался шить. Украинского вообще не было ничего. Оно хорошо по-русски разорвало. А я говорю, ну, так получилось. Дом говорит. Так она меня выдвину вынесла. Дедову. Станок. Ледвие дала. Я подружился. В церковь скандил. В Донецке взял. Нормально. Ну, правда, в веночке приночевал. Пуста. Ну, а где же я мог приночевать? Я ж не мог ни на вокзале. А как ты тогда доехал назад? Ну, на все. Я ж походил в полицию. Нет, нет. Нет. Просил, умолял, чтобы сделали документы. Вот какую-то бумагечечку провели через ДНР. А куда ты говорил выехать? Вы же не попали? Нет, я домой. Я вообще говорил, что домой. Да, не так. В какую сторону. В Запорожье, я ближе. Я и домой. Вы меня это сами переведите. Я и домой пешком уже. Нет их все. Ну, а потом там один офицер вышел. Видно, он там и работал. В полиции. Ну, винтовки. Такая была. Потому что там за зданием чуть ниже. Там где-то здесь спустишься. Там есть бюро. 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 У меня, женщина, я туда тоже несколько раз ходил попросил. Заведующий. У меня заведующая очень интеллигентная, хорошая женщина. Помогла. Позвонила в Днепропетровск. Да. Кремне позвонила в Днепропетровск. Бюро. Заверила. Даже тут записала мой бывший паспорт. Потому что был украинский. Где писали номер. Делали фотографию, приклеивали, и я спокойно живу. Остановили, посмотрели, потерял документы, все. Было такое, что эти ОМОН, они по воде ходят туда пешком. Это российский ОМОН? Ну, в ДНР. Ходят тут, что-то не так, они хотят тут проверить, что идет. А я стоял возле трамвая, смогу идти, и я раз, то взял. Хотя бы на компештон было пройти. Нет, я не собирался на трамвайсе на расстоянии. Мы любят людей много, а я раз встал, но они все равно меня остановили. Я им правку дал, они посмотрели, все, езжали, езжали. И я вот 28-го числа, сразу 1-го нового, проезжая два поста ДНР, тут Бога так молил, просил и благодарен этому всему. автобусу даже не остановил. Вперед, вперед, вперед. А легковые отормозили все. А наш автобус как заколопзован. Прошел. И я в Патронском вышел на блокпосту. Я самый первый. Упал на колени, и не попросил. А земля-то родная, Днепропетровская. Это. А я ж не видел, а пацаны там, вот так вот, меня взяли, они стоят, смотрят. А ты не видел, и все. Они на Brigitte. А они на полном пострелы? А я наrichten, я домой приехал на что-то. На полный этап, я нахожу. А там все, да рядом. А с ними надо. Не надо, все. Не надо. Все, не надо. Не надо. Мы их потянули, хоть одного хоть двух потянули за собой кровь. И что пацанов расстреляли, глядь, где-то вообще-то, и что? А в глазах не было. Я убирал, как раз они их принесли. Двоец солдат или вы? Солдаты. Нет, солдат расстреляли. Солдаты и их ДНР расстреляли. Половину убили куда-то, я не знаю, куда-то вниз в подвал. А я их сразу. Это же материал, что не знает ничего. Ну по-твоему, ты думаешь, а может быть украинская власть? Или ее не может быть? Если там реально процентов 80, как говорят, за ДНР. И что, может быть украинская власть? Там большинство коллаборационистов или так? Потому что они будут подстраиваться под любую власть? Они им поборобатят. Они сегодня будут наши, а не так. Сегодня забел, завтра, точнее, в обед забел, вечером до красной. Красные ушли, белые пришли, они забел. Вот так. Это, знаешь, как бы свадьба в момент. Точно так. И произойдет, если они зайдут в наши украинские войска, они будут приветствовать и зубами, и скверчян. Это будет так. Это будет, все равно будет так. И проданцам выявлять и к стенке. Выявлять и к стенке. Тише сидят наверху и отстреливают наших пацанов. Они все придет. Все придет. Они не отпетляют. Ну то, что есть экибар, только на Россию держат. Вообще. Когда я даже в Макеевку заезжал и смотрел. В трелию солдат, офицеров наших. Где достают нас. Если ты пустил, бывают от Макеевки, они дошли. Наши дошли. Два километра. Уже до Донецка осталось. Потом они отошли. И они и нафиг взяли наши. Но это я еще в подвале сидел. А когда меня уже освободил, я шелкался и сказал, где как пропетлять, выскочить. Я видел, какие-то твари сидят, блядят. С отцикой смотрят и смотрят. Да, у нас дома. И не один дом я смотрел. Люди сидят. Блатуют. Ну, конечно, они хорошие. Они блатуют показать при народе. Ой, они блатуют. Так они, блядят, зерло на зоновской домашке. Эти люди не катят. Серьезно, если человек, который сидел серьезно, даже мужик, он не возьмет оружие против своего. А тут дерьмо-то, швальки, шестерки. Вот тогда. Нет. Повыдерываться. Мне оружие не надо. У тебя будут видеть многие никопольчане. Что бы ты вот хотел сказать никопольчанам? Стоит их бояться или стоит их ожидать здесь? Или как? Ожидать, конечно. Все-таки ты такое пережил, что после такого, как ты пережил, многие люди бы вообще засунули бы свое я подальше и все. Нет. Их надо останавливать. Нужно останавливать. Не надо их бояться. Он такой же самый человек, только что он взял оружие. Но оружие есть оружие в нас. И мы их должны наказывать. Да их не беспределно. Надо наказывать. Сколько они хлопка наших, это они только за спиной. И этих людей надо выявлять и наказывать. И бояться их не надо. Не надо бояться. Пусть они и нас боятся. Я не буду поймать. Ну а что ты не Копольчанам? Если бы ты понимаешь, что у тебя будет много, смотри бы, что бы ты передал? Идти всем туда или здесь, или здесь укрепляться, или вообще... Помогать армию. Если можете, помогайте армию. Армия только у нас может укрепляться. Невзирая ни на что. Это, как говорится по украинскому, злодии идут к нас. То есть нужно их останавливать. Можете, помогайте. Чем можете. Хотите брать оружие? Берите. Так просто это, без нашей поддержки, всех поддержки не произойдет.